Жители села Жулдыстри в Атраусской области живут без воды и света. Говорят, из-за регулярных перебоев в домах несколько раз горела техника, оживительную влагу и вовсе приходится покупать по завышенным ценам. И все это, по словам людей, длится уже порядка двух лет. Впрочем, местные чиновники утверждают обратное. Мол, все необходимые коммуникации работают исправно, а все обвинения сельчан беспочвены. Рустам Ралбаев разбирался, насколько все серьезно. Жители рассказывают, бесконечные перебои со светом уже не раз становились причиной поломки бытовой техники. А ведь многие купили ее в кредит и до сих пор не выплатили долги. По словам сельчан, вся проблема в изношенных сетях. Несколько раз в старых трансформаторах даже случались пожары. Наша техника постоянно выходит из строя. Мы еще и платим немало. Каждый месяц по 7-10 тысяч тенге. Это в селе. И так уже 3-4 года. Еще и перебои постоянные. Старые трансформаторы ни разу не ремонтировали. Кроме расходов на постоянно ломающуюся технику, значительные траты идут на воду. Ежедневно сельчане покупают живительную влагу за 350-400 тенге. Однако некоторые предприниматели решили воспользоваться ситуацией и поднять цену сетуют жители. Покупаем в бутылках по 19 литров. Однако, когда воды нет, некоторые продавцы поднимают цены до 1200. Мы же простые сельчане. Для нас это очень дорого. Если за обычную воду приходится столько платить, то у нас потом денег не остается вообще. Выслушать проблемы людей приехали местные власти. И с доводами сельчан они не согласны. Говорят, коммунальная инфраструктура здесь в полном порядке. Лишь иногда бывают перебои. Вся инфраструктура здесь обеспечена. Есть 8 трансформаторов. Сейчас некоторые из них на ремонте. Всё это на контроле. Аварийная служба следит за их состоянием. С водой тоже всё в порядке. Лишь иногда не хватает на полив. На сегодня в селе проживают более 3000 человек. Жители теперь намерены обратиться в областной Акимат, чтобы решить наболевшую проблему. Рустам Раубаев, Жолдос Хайратхаза, Фархат Тажибаев, телеканал Алматы, Атрауская область.